Случай с девочкой, произошедшей в 107-й школе, заставил чиновников создать специальную комиссию по расследованию инцидента. Родители Софии, которая после урока физкультуры попала в больницу, утверждают, что над ней намеренно издевались одноклассники. Руководство школы, в свою очередь, говорит о том, что девочке просто стало плохо во время урока. Мнения родителей одноклассников Софии разнятся. Одни говорят, что это не первый случай травли в классе, другие буллинг отрицают. Специальная комиссия, в состав которой входят сотрудники Департамента образования и ювенальной превенции, начала официальное расследование. В этом классе случаи нарушения прав детей, конфликтов между детьми, в том числе с привлечением правоохранительных органов, уже были раньше. Буквально накануне был случай, папа обратился уже к нам с тем, что его ребенок получил травму в школе в этом же классе, от этой же группы детей. И приглашали в школу сотрудников полиции накануне, поэтому, безусловно, мы рассмотрим их комплекс. Сейчас комиссия изучает поведение детей, родителей и педагогов, учитывая действующий закон о противодействии. Буллингу к ответственности могут быть привлечены все, чья вина будет доказана. Потребуйте, чтобы даже минимальные факты психологического давления, я не говорю про физическое насилие, становились известными, вам докладывали, и обязательно в школе было организовано обсуждение, разбор каждого случая. Сейчас в Софии с другими учениками школы, которые ранее подвергались травле, работают психологи. Напомню, по словам родных девочков по лавкому, после того, как ее избили мечом на уроке физкультуры. При этом главврач областной больницы, в которой находится София, до сих пор не может подтвердить это. Мать девочки запрещает докторам и сотрудникам комиссии разглашать информацию о здоровье ее дочери. Разговаривая с представителями средств массовой информации, женщина наотрез отказывается.